Практическая психология Или, например, сразу же фраза Я ничего не хочу Давайте сначала определимся, что такое желание Ну, желание, это, собственно, одна из форм переживания, потребности Как формулируют психологи То есть это ответы на вопросы, чего я хочу Почему я хочу И некоторое представление о том, как мне этого достичь То есть такое совокупное представление о том Что, собственно, является моей потребностью И как мне её реализовать При всём при этом Вот у нас есть ещё, например, мечты Мы можем долго сидеть и мечтать И остаться в этих самых мечтах Но желание, всё-таки, кого бы ты ни спросила Они тебе ответят Желательно, чтобы желания сбывались Как бы осуществлялись То есть, во-первых, это чётко осознать свою потребность Это уже про какую-то эмоциональную составляющую Да, то есть это более такое осознанное, что ли, состояние То есть если мы говорим Отличие мечты от желаний То мечты, они могут быть абсолютно такие Футуристичные, какие-то нереальные То есть абсолютно можно мечтать о том Что, в принципе, не осуществится И это не приносит нам дискомфорта То есть если желания не осуществляются То это уже приносит нам дискомфорт Это приносит определённую неудовлетворённость При этом бывают, как говорил Зигмунд Фрейд И неосознанные желания И вытесненные, которых мы стесняемся и стыдимся Но это уже несколько, наверное, другой разговор То есть, чтобы их понять И чтобы их осмыслить Нужно уже обращаться к специалисту, к психологу И проводить определённую психологическую работу над собой А есть желания, которые, в принципе, мы осознаём Вполне себе представляем И мы, конечно, к ним стремимся Мы хотим, чтобы они реализовались То есть вот здесь мы подключаем Те волевые качества Которые, в принципе, у здорового человека Всегда присутствуют И если человек себе отвечает на вопрос Что я действительно желаю Чтобы в моей жизни вот это, это и это произошло То я что-то должен для этого сделать Я не жду, как ребёнок Что Дед Мороз осуществит мне то или иное желание Конечно, взрослый человек Осознанный человек Он говорит о том, что Да, я этого хочу и я к этому стремлюсь То есть желание, оно непосредственно связано с нашей активностью Почему оно и влияет на наше поведение То есть всегда наши желания Они отражаются в нашей деятельности В нашем социальном развитии То есть как мы взаимодействуем с другими людьми Потому что, как правило, для осуществления желаний Ещё требуются какие-то другие люди Или они затрагивают окружающих людей Да, вот проговорим такой момент Что вообще даже желание делится на определённые уровни Да, и от чего это зависит Всё, опять-таки, ноги растут из детства Давайте поговорим Почему у нас есть дети, которые ничего не желают Как правило, у детей, если не спрашивать, чего ты хочешь Если не предоставлять право выбора То у детей не возникнет вообще ощущения Что я могу чего-то желать И вот это, наверное, такое очень страшное представление Когда человек вырастает с ощущением Что, а могу ли я чего-то желать А имею ли я право на желания, на свои Когда ему с детства навязывают какие-то желания Например, родители То есть говорят, что ты сейчас хочешь вот именно этого Даже вот на эту тему есть такой анекдот Психологи нередко его тоже цитируют Когда мальчик гуляет во дворе И мама его окликает из окна и говорит там Ваня, иди домой Он говорит, что, я замёрз? Нет, ты хочешь кушать сейчас То есть мама как бы она решает за ребёнка Чего он сейчас хочет И она лишает его возможности Вообще свои желания как-то сформулировать Вообще начинать прислушиваться к себе Да, то есть познавать себя Вообще вот в первую четверть жизни человек Он что делает? Он ищет знания, которые ему будут интересны Он познаёт себя, изучает Он определяет своё место вот под этим солнцем Да, вот эти 25 лет вот эти, да Активной жизни Они считаются такими пусковыми Когда человек, в принципе, и формулирует свои желания И уже их реализует То есть, в принципе, часть желаний К этому моменту уже реализуется И человек уже как-то самоопределяется Вот как и говорят, что вот я нахожусь в поиске себя Вот ещё иногда там, ну, допустим, юноши Там, да, вот в молодом возрасте Многие говорят о том, что вот я ещё нахожусь в поиске себя Это является действительно нормальным До определённого возраста То есть там 25-30 лет примерно А когда уже человек, допустим, переходит этот рубеж И он всё-таки ещё не определился со своими желаниями Он ещё не нашёл себя У него может возникнуть очень сильная неудовлетворённость от жизни Вот мы сейчас опять в практической составляющей Наша задача как родители, если мы являемся таковыми Ребёнку дать возможность Вот в этом активном детстве В подростковом периоде Перепробовать всё, что только можно То есть коньки, рисование, пение, плавание То есть когда родители приходят и говорят Вы понимаете, вот он хочет заниматься только чем-то одним Да? Ну, это же выбор ребёнка Значит, вот он уже выбрал, что ему вот это нравится Но... Или, например, приходят родители и жалуются Что ребёнок столько всего перебрал И ничего не может ещё найти, что ему нравится Здорово, что он столько всего перебрал Потому что... Да, да, конечно Он определяется, он находится в поиске Как раз для этого этот возраст и предназначен Да, шикарный возраст, когда ты можешь вообще всё И тебе за это ничего не будет И очень важно родителям в этом случае Всегда спрашивать ребёнка А чего ты хочешь? И если даже ребёнок затрудняется с выбором Может быть, он не скажет так абстрактно Чего я хочу там То ему можно предоставить какой-то выбор Ну, например, ты хочешь сейчас пойти гулять Или ты хочешь, например, остаться дома Что-то почитать и так далее Хотя бы предоставлять альтернативу Вот многим детям, которые особенно имеют сложности И особенности в развитии Им говорят о том, что нужно сначала им дать какую-то базу То есть им нужно предоставить такой ассортимент Из чего они могут выбирать И тогда им уже будет легче определиться со своими желаниями То есть им перечисляют Вот ты хочешь этого, этого или этого Даже вот в выборе того, чем они будут кушать там, допустим Что они будут кушать на ужин Вот, и тогда ребёнок уже начинает более осознанно выбирать Определять, вот это я хочу, а это не хочу И, конечно, тут ещё действует такой принцип Порой не попробуешь, не узнаешь То есть действительно ребёнку Да, шикарный принцип Да, действительно ребёнку нужно, во-первых, позволять ошибаться при выборе Совершать вот эти такие выборы Которые могут быть не совсем как бы хорошими для него В плане как бы, может быть, ему не понравится это что-то, что он выбирает Вот, и нужно, конечно, позволять где-то вот пробовать То есть пробовать разные абсолютно виды деятельности Да, потому что это вот такая база, на которую личность потом опирается То есть, да, вот я привожу иногда такие примеры, что Благодаря тому, что я перепробовала фотокружок Какая-то тимуровская деятельность Там, не знаю, журналистика, да, писала там статьи в школьную газету То есть вот где мне хотелось, я везде себя понемногу попробовала И ни одного навыка, который я приобрела, который я бы сейчас в жизни не использовала Мне всё в этой жизни пригодилось Всё то, что вот прямо с детства самого, да, я брала вот по этим по маленьким крупицам И складывала в свою кардиночку Да, это такой багаж опыта Так что берём и помогаем нашим детям определяться Для того, чтобы они потом не выросли во взрослых, которые не умеют мечтать Ну, даже говорят, когда и взрослые ко мне приходят, например И говорят, что я не знаю, чего я хочу, вот уже достиг такого возраста Я говорю, а попробуйте, почему бы не попробовать Даже в этом возрасте там нет каких-то границ, нет каких-то рамок Сейчас, к счастью, нет ограничений, что вот именно до этого возраста Ты должен сделать вот какой-то определённый рубеж, перейти Вот каким образом человек должен ставить вот эти свои желания, мечты И переводить их в действие? Есть ли какой-то алгоритм? Скорее сначала нужно осмыслить, потому что вначале наши желания Они, как правило, такие неструктурированные То есть мы просто о чём-то начинаем думать, размышлять Прислушиваться к своим ощущениям Что мне нравится, что не нравится И желания могут быть такие, что, например, я хочу путешествовать Ну, это такое достаточно абстрактное желание Хотя, в принципе, вполне нормальное Это вполне такое как бы осуществимое И, соответственно, далее нужно его как-то более прописать То есть, например, я хочу в этом году съездить в какую-то определённую страну То есть это уже более конкретное желание И мы ставим определённые реально реализуемые сроки Для осуществления этого желания Мы пытаемся собрать какие-то материальные, моральные ресурсы Для осуществления этого желания То есть уже вот в этом ключе желание переходит в определённую цель То есть когда мы начинаем не просто мыслить, размышлять А вот чего-то хочется, хочется куда-то съездить и так далее А мы уже начинаем понимать, куда, в какое время И с помощью каких средств я поеду, допустим, отдыхать И вот именно в этом состоит, наверное, алгоритм перехода желания в цель Когда мы понимаем, что наше желание, оно вполне осуществимо Что его можно даже прописать на бумаге И вообще вот очень многие психологи сейчас рекомендуют Начинать прописывать желания, чтобы отмечать галочками их осуществление Чтобы была такая некая визуализация, да, что у меня сложилось И удовлетворённость, чтобы росла от того, что мои желания реализуются, осуществляются При этом важно туда включить не только какие-то глобальные желания А даже, как говорят, список мелких радостей То есть, например, какие-то мимолетные желания, которые нам хочется Чтобы они реализовались Важно тоже в этот список включить, чтобы больше галочек появлялось И чтобы ощущение того, что всё реализуется, росло Вот становление желаний и целей, они ведь очень часто базируются на определённых ценностях То есть желания, например, у одного человека, они могут быть на уровне просто покушать Обустроить жилища, а у кого-то научить, кого-то покорить, ещё что-то Вот эти ценности, они закладываются в семье и в той среде, в которой человек растёт, взрослеет Но вот очень часто говорят, что может быть отсутствие желаний Или вот этот уровень, как бы, таких минимальных желаний Потому что, вроде как, я не видел сценарий чего-то другого Вот как с этим работать? Ведь человек – существо самообучающее Как правило, конечно, весь наш жизненный опыт, он очень влияет на наши желания И, конечно, да, у кого-то могут возникать абсолютно такие, ну, базовые, что ли, потребности Вот если мы обращаемся, да, к практике и к пирамиде Маслоу Вот, то это вот просто действительно покушать, отдохнуть и так далее Здесь очень важно получать примеры не только вот из реальной жизни Но, может быть, примеры даже там из фильмов, из литературы Когда человек начинает напитываться вот этими историями То он понимает, что да, в принципе, всё осуществимо И сейчас есть даже такая библиотерапия, например Когда человек, у которого, может быть, не очень богатый жизненный опыт Может быть, он мало действительно каких-то позитивных примеров в жизни видел Он начинает читать литературу определенную Где всё, в принципе, пошагово расписано Как герой преодолевал сложности и достигал своих желаний И тогда он начинает этому учиться Потому что, в принципе, всё по силам, да И если ты держишь в фокусе именно вот эту цель То она тоже приближается к тебе семимильными шагами Значит, можно читать, можно смотреть Можно изучать опыт, например, известных людей С которыми вам так или иначе интересно Дальше можно... Как бы мы про уровень плана Про планку желаний Пробовать, да, прежде всего Потому что, действительно, человек, он может считать Что он не способен на что-то Но он начинает делать И, как говорится, глаза боятся, а руки делают И тут вот он начинает, действительно, сам себя даже удивлять Тем, что он может вообще, на что он способен Вот сейчас множество всевозможных марафонов Где тебя учат, как правильно желать Как правильно осуществлять свои мечты и цели Вот, и, кстати, ведь люди с удовольствием во всём в этом участвуют Есть положительные отзывы Есть отрицательные отзывы В любом случае, пока не попробуешь, не поймёшь Опять-таки, да, тема выбора Не поймёшь, нравится тебе это или не нравится Приемлемо для тебя эта история или неприемлемо Вот как вы относитесь к всевозможным таким тренингам, историям? И участвовали ли сами когда-нибудь? Я, к сожалению, не участвовала Но позитивно отношусь, как в целом, к популяризации психологии И всего, что связано с таким осознанным осуществлением выбора Осознанным формулированием своих желаний При этом я не могу сказать про какой-то один марафон Что вот он, да, отличный и он подойдёт Тут тоже вопрос, наверное, индивидуальный Вопрос очень личный То есть каждый выбирает то, что ему близко Но мне очень нравится то, что вот такие марафоны появляются И, в принципе, сами по себе они заставляют задуматься человека О том, что у него есть желания И какие они есть То есть даже вот увидев, допустим, какую-то рекламу Но не поучаствовав в этом марафоне Человек уже задумается, что оправда, ведь у меня есть желания Я могу их сформулировать То есть я могу просто вот прийти сейчас домой И прописать, например, свои желания И это уже большой, мне кажется, плюс существования таких различных тренингов А вот мы с вами сталкиваемся с тем, что хорошо Человек изучает себя, он прислушивается к себе Он понимает, что, да, в принципе, для современного человека Желать и реализовывать эти желания – это абсолютная норма Но вдруг в той или иной степени включаются вот эти внутренние сопротивления Это тоже ведь часть роста человека, да? Давайте немножко подробнее Конечно, бывают, вот как называют психологи, внутриличностные конфликты Когда человек, например, хочет абсолютно какие-то разносторонние у него желания То есть, например, выпускник школы хочет поступить на две абсолютно разные специальности И ими обучиться И не может никак выбрать Тогда помогают различные рейтинги желаний То есть когда можно все свои желания прописать Дать им определенный ранг То есть насколько я этого сильно хочу Если это не помогает, то очень может помочь квадрат Декарта Что он очень известный Чтобы выбирать как раз то, что ближе все-таки человеку То, что наиболее для него значимо Это когда мы отвечаем «да, нет» Да, да, то есть что будет, если я это сделаю Что не будет, если я это сделаю И вот когда человек все это прописывает На все эти вопросы отвечает То ему становится легче сделать выбор Нежели если он просто соотносит плюсы и минусы То есть там уже он видит все как бы и плюсы, преимущества своего решения Изъяны своего решения, какие-то упущенные возможности и так далее Ну вот это тоже давайте мы проговорим, да Что эта история все-таки опять-таки про взрослого человека Потому что в любом случае там нужно будет разделить ответственность За все, что ты сделал Или за все то, что ты не сделал Да, безусловно, нужно понимать К тому же, даже если какое-то желание сейчас нереализуемо Ну, бывает такое, что там по каким-то возможностям То нужно себе дать такую, наверное, установку позитивную Что никогда не поздно И вот можно отложить это желание Никогда не поздно его осуществить Чтобы не появлялось чувство вины Да, и чувство того, что я Безусловно Не способен Да, да, да То есть даже вот с этим же выпускником, например, школы Можно сделать такой выбор, который просто сейчас наиболее оптимален И приведет на шаг ближе какой-то глобальной его мечте Да, и вторую специальность, если там, ну, допустим, не удается получить Можно сделать как хобби Можно просто самостоятельно ее изучать Вот, и точно так же можно осуществлять выбор Когда какие-то, ну, допустим, абсолютно разнородные Какие-то вот внутренние мотивы появляются То есть можно себе дать установку, что я могу это сделать Пусть не сейчас, но когда-то, например, попозднее То есть отложить несколько своих желаний Причем абсолютно нормально иногда время от времени Свои желания пересматривать Потому что мы взрослеем И не обязательно к Новому году, правда? Конечно, конечно, да Вот И мы взрослеем, и наши желания растут вместе с нами Поэтому иногда человек настолько цепляется за какую-то Ну, свою вот потребность, одно свое желание Что он не может от этого отказаться Что вот я всегда хотел стать художником, например А потом начинает себе задавать вопросы Действительно ли я этого хочу? И уже со временем может оказаться так, что я уже этого не хочу У меня есть другие желания, которые вытеснили Вот те, которые были раньше Еще один пункт, который хотелось бы обсудить Это про тему Мои желания и наносные Или там желания кого-то Классическая история, когда дружат две подруги Одна очень хочет быть журналистом И другая думает, что это тоже ее желание Ну да, это, наверное, такое следование моде какой-то Либо чужому мнению Но здесь скорее нужно развивать внутреннее чувство ответственности За свою жизнь и уверенность в себе Уверенность в том, что действительно вот мои желания Они тоже правильные, они тоже верные И они не должны быть зависимы от кого-либо еще То есть они не должны подстраиваться в целом Там под какую-то другую жизнь Вот, то есть что касается других желаний Мне кажется, здесь момент такого еще взросления, наверное То есть когда мы вот в каком-то более юном возрасте Да, мы можем следовать за другими И как-то вот подражать другим А когда все равно человек взрослеет Он со временем понимает, что нет, это все-таки не мое желание И опять-таки уметь разделять мое желание или не мое Особенно важно на этапе, наверное, когда есть амбиции у родителей Которые видят, например, вас врачом Да, там, ну я не знаю, юристом, кем угодно А вы понимаете, что это не ваше желание и умение сказать Транслировать окружающим, что я беру право реализовывать свои потребности, свои желания При этом без чувства вины Да, скорее заявлять о том, что мне, допустим, сейчас некомфортно Я не хочу вот идти по этому пути То есть очень важное вот как раз в реализации желания Это уметь говорить о том, что я этого не хочу на самом деле Или я это наоборот хочу То есть если мы не будем это транслировать окружающим То, конечно, у нас возникло много сложностей для реализации При этом очень важно, чтобы желания были экологичны Чтобы они не вредили кому-то из окружающих нас людей То есть нужно понимать, что да, мы в полной мере несем ответственность за свою жизнь Но если наше желание причинит кому-то вред То все-таки лучше от него отказаться Потому что иначе будут последствия определенные А вот когда у нас человек решает, что его желание Например, в семейных, давайте, отношениях Муж и жена Жена одно желает, муж желает другое Вот как в таких ситуациях не предать себя? Ну, либо составить какой-то, может быть, список желаний По мере их осуществления Что сначала там вот это желание мы осуществляем, потом другое Либо приходить к компромиссу к определенным Потому что здесь сталкивается конфликт ценностей скорее То есть когда один человек хочет одного, а другой другого То, во-первых, важно уважительно относиться к желаниям Как к своим, так и к другим Потому что если мы это делать не будем, то, скорее всего, да Мы будем продавливать другого человека И понимать, что, да, другой человек точно так же хочет Осуществление своего желания, как и мы Ну и попытаться все-таки сделать шаг навстречу друг другу Как и, наверное, в любом конфликте Как и в конфликте к ценностям То есть постараться где-то, может быть, да Отложить часть своего желания Или как-то его переформулировать Чтобы оно не затрагивало, не касалось как бы В негативном плане другого человека Что-то можете порекомендовать, почитать, посмотреть на эту тему? Если вот почитать Ну, мне кажется, просто нужно почитать просто психологическую литературу Которая может касаться потребностей, мотивов, мотивации То есть я больше за такую классическую литературу выступаю в этом плане Вот Посмотреть Ну, мне очень нравится, конечно, фильм такой Он юмористически всегда говорит, да Когда человек начинает, наконец-то, задумываться о своих желаниях Джимом Керри И он начинает пробовать просто То есть и он начинает чувствовать Мне здесь комфортно или некомфортно Потому что, как говорят психологи Тело никогда не врет И когда действительно нам некомфортно Нам не хочется это реализовывать То все равно это как-то просигнализирует тело Каким образом нам справляться с теми желаниями, которые не осуществляются? Которые, ну вот мы все так откладываем, откладываем, откладываем И вдруг испытываем по этому поводу чувство вины Как-то можно их утилизировать? Можно, может быть, его перевести в другой, например, разряд Как вот говорил тоже этот же Зигмунд Фрэн Который очень часто говорил про желания Фрейд говорил о том, что можно воспользоваться сублимацией Например, если желание ваше неосуществимо Вы можете просто написать об этом рассказ Или можете просто, допустим, придумать какой-то там Либо сюжет картины, либо в творчестве где-то реализовать свое желание То есть если человек, допустим, хочет куда-то уехать И жить на берегу океана Но на данный момент это неосуществимо Он может нарисовать картину с океана Отлично Мне очень нравится, не помню, как называется фильм Но там был праздник несбывшихся желаний Когда каждое желание, которое не сбылось, было загадано И знаешь, вот такие японские фонарики, которые по воздуху пускают Были отпущены И самым таким волшебным образом Все эти желания, которые главная героиня отпустила Они потом спустя какое-то определенное время все-таки осуществились То есть чтобы не тяготиться от вот этого количества желаний Которые неосуществимы Отпустить их на волю Вселенной Или своего воображения творческого Да, чтобы рано или поздно обнаружить Что так-то на самом деле все у нас сказочным образом складывается Но опять-таки с темой ответственности для себя, как для взрослого Ну что, это у нас была программа практической психологии Может быть, какие-то еще практические рекомендации хотите дать По поводу, как правильно загадывать желания Мне очень нравится такое упражнение Которое я часто предлагаю тем людям Которые говорят, вот я не знаю, чего хочу Я говорю, вот просто с помощью визуализации Представьте, закройте глаза Мир, где все можно, где все разрешается Вот все, чего вы не захотите Независимо от ваших обстоятельств Материальных ценностей и так далее И когда они начинают мечтать, они понимают Что вот где их желание истинное находится То есть вот в этом мире, где все возможно Где все условия созданы для них Они как раз-таки начинают нащупывать Чего они действительно хотят Вот так щедро делилась практическими рекомендациями Сегодня психолог Екатерина Куклина Спасибо большое Мы говорили сегодня, как определиться со своими желаниями Ну что, желаем вам всего самого наилучшего Знайте, изучайте, любите этот мир, себя И пусть ваши желания осуществляются Это была программа «Практическая психология» Всем любви, здоровья и счастья Практическая психология